Всем привет! Сегодня 31 декабря, совсем скоро Новый год. В этом году мы решили не накрывать на стол дома. В прошлом году я готовила и оливье, и другие салатики, и мясо по картике, и тёща Низык, но мой муж не был в восторге. Он мне не особо любитель русской кухни, поэтому я всё это ела одна ещё целую неделю, хотя салатики можно после приготовления есть только три дня. Мне было жалко выбрасывать, поэтому я ела это неделю. Мне потом ещё полгода не хотелось есть нашу еду, так что в этом году не будет никакого оливье. Пару дней назад мы закупались на Тендамуне в русском районе, в русском магазине нашими продуктами. Я купила уже готовые салаты, несколько дней я их ела, так что сейчас особо не хочется. Что хотелось, я уже съела, я довольна, так что сегодня мы просто поедем вечером в ресторан, отметим наступающий Новый год, и после 12 часов ночи загадаем желание. Помните, на Рождество я не подарила ничего мужу, потому что не успела купить подарок, так что я исправилась и подарю ему подарок сегодня. Я не буду показывать пока что там внутри. Вон там кое-что, что согреет его во время работы зимой, и письмо от меня. Я люблю писать письма, и каждый праздник, Новый год, день рождения, Рождество, я всегда дарю мужу письмо. У него даже есть коробочка, где он хранит мои письма. Идем сейчас на работу, в ресторан мы поедем вместе со свекрови, со свекром, ну и, конечно, с нашими детишками. Будем есть королевских крабов, в Корее это дорогое удовольствие, не каждый день можно себе позволить, и даже не каждый месяц. Девушки отдыхают. Вот мы и приехали на самый большой рынок морепродуктов в Сеуле. Сына, посмотри. Вау. Какие вещи? Да, большие. Да, большие. Мальчик. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Космос И елочка горит В этом году у нас такая елка Так как если у нас была бы такая напольная То Эль бы ее не раз бы перевернул Красиво, сына? Да Да? Вау Кимчи Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок